Здесь стоянка для яхты есть, понимаете? И своя часть конюшни. Огромный дом. Мечта всех русских людей – иметь свой дом. Что им стоит дом построить, а также выстроить карьеру и вырастить ребенка? Легко, если им никто не мешает. Матери-одиночки. Сегодня это профессия, которая порою, увы, становится призванием. Актрисе Ольге Тумайкиной все равно главная роль в сериале или эпизод в анекдоте. Главное, чтобы работы было много. Тогда она сможет без штрафа выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру в подмосковном городе Железнодорожный. Тут уж ничего не попишешь. Обыкновенная же ситуация. Младенец на руках. 3 декабря родила. 14-го была на съемочной площадке. Ну как? Я глава семьи. Я... Батька Атамак. Я, да, все-все-все. Ну? Здрасте, я Филипп Киркоров. Здрасте. Да хоть леди Гага знаете такую, нет? Ну молодец, билетов нету. Лети ряжены. О, Киркоров! А я продавец светофоров, да. Ну похож, гад. Похож. Уморительная звезда пятилетки. Смешная девчонка из телевизора, комическая старуха из театра. У нее и фамилия какая-то несерьезная. Тумайкина. В родном театре имени Вахтангова у этой клоунессы драматических ролей не предвидится. И слава богу, ей хватило драмы в реальной жизни. Жирный клоунский грим отлично скрывает синяки. Когда Ольгу бил муж, она кричала в подушку, чтобы не разбудить старшую дочь Полину. Что бы и как бы ни было, я молчала. За очень редким исключением. Ну и тогда, когда я понимала, что да, можно сейчас открыть весь свой рот и начать его пить. Для меня, в принципе, странно. Это позиция организма. Но приходилось. Даже когда больно было, вы молчали? Да. Когда говорят ударил, 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 бил, 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 ударил, бил и так дальше. Опыт, да? Нет. Это не опыт. Я отказываюсь считать это своим опытом. Это была моя ошибка, что я обнародовала эти взмахи рук в мой адрес. И я рассчитывала на то, что кто-то ко мне отнесется с пониманием. Я была так глупа классически, что... Мне просто очень жаль. О том, что муж, несостоявшийся актер Андрей Бондарь, бьет Ольгу, первым поняли ее коллеги по сцене и уговорили актрису подать заявление в милицию. Узнав об этом, Андрей сбил ее снова. Она умоляла дирекцию родного театра, чтобы ей вместе с дочкой позволили жить в гримерке. Тогда художественным руководителем был великий и прекрасный народный артист СССР Михаил Ульянов. Он лично оплатил актрисе съемную однокомнатную квартиру. Я не хочу говорить, что я спасалась бегством, понимаете. Это не одноглазный циклоп, от которого нужно бежать, бежать. Это просто всего лишь... Это слабак, которых, видимо, тысячи, да? Ну так опять жаль. Я не хочу вспоминать о том, когда я обращалась за помощью к, как это называется, милиции, полиции сейчас, да? Я не хочу об этом вспоминать, потому что это очень печальное зрелище. Это отсутствие всяческой помощи. Это просто приезд. Кто они такие? Что такое это, эти люди? Деньги получили? Не стесняюсь сказать. Да, получили. И все. Так, дорогие дамы, запасайтесь деньгами в таком случае. 27 апреля 2007 года ее дочь исчезла. Позже выяснилось, что ребенка увез отец. Без предупреждения. В неизвестном направлении. Ольга обратилась в милицию. Потом в суд наняла адвоката. Ее муж сделал то же самое. Тяжба затянулась на несколько лет. Родной отец имеет право встречаться с ребенком. Отвечали актрисе в районном суде и в городском. Полину Бондарь оставили на попечении отца, Андрея Бондаря. Никто даже не занялся просмотром дела. Никто не задал вопросов. Это был, как все в современном мире говорят, наезд. На меня наезжали. Их крайне удовлетворяет, на мой взгляд. И даже как-то заводит, может быть. История под названием «Свершим судьбу». «Свершим судьбу». Кто? Артистка? Это А. А кто она? А как ее зовут? Она в театре работает? Ну, если бы ребенок захотел, он бы и на метро к ней приехал. Но он же к ней не приехал. Странно. Вроде не наркоманка, руки не трясутся. Все равно что-то не то. Что-то не то. Давайте, значит, Галина Абрамовна, там, Евелина Семеновна, и, значит, как вас там, Мария Сидоровна, решим судьбу. Это была какая-то дурная школа, знаете. Это была очень плохая школа. Это были завучи какие-то. Это были тетки. Наверное, у них есть дети. Ну, так пусть им везет, и они будут счастливы и здоровы, эти дети. Потому что, что это за... Не хочу даже говорить об этом. Ольга Тумайкина родилась в Красноярске. Была смешной, рыжей и прилежной. Училась хорошо, играла в школьном театре, любила мальчика из параллельного класса и уже тогда настрадалась. У него были шелковистые волосы какого-то странно красивого пепельного цвета. Голубые небесные глаза. Он был высокий. И звали его Женя. И я пронесла все это чувство на протяжении всех десяти лет. Учебу в школе. Было, наверное, все страшно романтично, мне так кажется. Я волновалась. Но я сказала, что хотела. И это было красиво. Спасибо тебе большое, потому что ты очень красивый. Ты самый лучший. Ты такую нежность и тепло дарил мне все эти годы. Что я должна сейчас сказать. Я просто очень люблю тебя. Но, к несчастью, он был пьян, видите ли. И я помню, что он сказал, что он что-то ничего не понял. Голова так закружится, Маруся. Еще будет. Еще будет. Сейчас дождемся. Ну-ка. Иногда лучше смешно играть, чем искренне любить. Благо приобретенная мудрость актрисы и матери-одиночки Ольги Тумайкиной. Двухлетняя Маша пока не спрашивала, кто ее папа. Да и сорокалетняя Ольга пока не придумала, что ответить. Друзьям объяснять так. Хронически обиженной женщине иногда важно просто родить ребенка, чтобы отдать невостребованную любовь. Еще одна благоприобретенная мудрость. Зато маленькая Маша точно знает, что у нее есть сестра. Она видела Полину несколько раз, когда мама брала свою младшую дочь на тайные встречи со старшей. Она за год сменила шесть школ только. А я ее находила. Мне не лень было сесть с телефонной трубкой в руке, звонить по всем телефонам директоров школ, приблизительно, о которых я подозревала, что она может там оказаться. А их могло быть восемнадцать, как в одном случае. Так вот я ее находила, потому что однажды в трубке говорили, да, а что такое? И такое море удивлений просто. Я говорю, да ничего страшного, просто вот так-то вот. И я ехала туда. Это моя была забота, приехать рано, к половине девятого утра, когда ученики идут на занятия с тем, чтобы встретить своего ребенка. Ну, вы ведь за что-то полюбили ее отца. Ну, конечно же, да. Это был молодой человек с такими шоколадными глазами. У него были, опять же, кудри мягкие, да, длинные волосы, чего я никогда не любила. И зовут его Андрей. Терпеть не могла это имя. И... Ну, у него были невероятно красивые руки. Это же бросить взгляд и умереть от счастья. Она действительно едва не умерла. В ту ночь, много лет назад, когда любимый муж впервые сбил ее своими красивыми руками до потери сознания. Их общая дочь до сих пор ничего не знает. До 18-летия Полины 4 года. Ольга решила молчать и ждать, пока ее девочка сама не примет единственное верное решение. Она была лишена возможности видеть подробности какой-то нашей жизни. Если она о чем-нибудь услышит, она не поймет, что имеется в виду. Она почувствует просто напор, да, и агрессивное нападение. Наверняка. Но о чем идет речь, она не поймет. Потому что в ее глазах ее отец – это другое существо высшего порядка, который владеет своим авторитетом и так далее и тому подобное. Мы это будем у нее отнимать? А зачем? Чтобы сделать скверно ему и дать ему пристыдиться лишний раз? Ну, наверное, это повод. Но так у нее-то тоже будет отобрано что-то. Так вот зачем? Не зачем.